здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал людоедство от джонатана свифта значит есть такой вот писатель давай его давайте я вам покажу немного кто он чего он тут на днем пишут а потом зачитаю вам интересные интересную статью которую мне прислал мой подписчик спасибо большое ребята за то что вы мне помогаете в википедии есть статьи других людей с фамилией свит джонатан свифт англо-ирландский писатель сатирик публицист философ поэт общественный деятель англиканский священник наиболее известен как автор сатирико-фантастической трилогии путешествия гулливера в которой остроумно высмеял человеческие и общественные пороки жил дублин и ирландия где служил деканом настоятелем собора святого патрика несмотря на свое английское происхождение свифт энергично защищал права простых ирландцев и заслужил искреннее уважение с их стороны вот такой значит давайте значит я вам зачитаю что он там пишет и как как он сискал искреннее уважение с их стороны давайте я вам значит прочитаю статья называется джонатан свифт скромное предложение имеющие целью не допустить чтобы дети бедняков в ирландии были в тягость своим родителям и своей родине и напротив сделать их полезными для общего для общества печальное зрелище представляет перед нами кто прогуливается по этому большому городу и путешествует по стране когда они видят на улицах на дорогах и у дверей хижин толпы нищих женщин с тремя четырьмя или шестью детьми в лохмотьях предстающих каждому прохожему за милостыни эти матери не имея возможности честным трудом заработать себе на пропитание вынуждены все время облуждать по улицам вымаливая подаяние для своих беспомощных владенцев а те когда вырастает и становятся ворами за отсутствием работы или покидают свою любимую родину для того чтобы сражаться за претендента на трон в испании или же продают себя на барбадос я думаю что все партии согласны с тем что такое громадное количество детей на руках на спине или под ногами у матерей часто и у отцов представляет собой лишнюю абузу для нашего королевства в его настоящем плачевном положении поэтому всякий кто мог бы изыскать хорошее дешевое и легкое средство превратить этих людей в полезных членов общества вполне заслужил бы чтобы ему воздвигли памятника как спасителю отечества но моя задача отнюдь не ограничивается забота ходить заботой о детях одних только профессиональных нищих она гораздо шире и распространяется вообще на всех детей определенного возраста родители которых по существу также мало способны содержать их как и те кто просит милостыню на улицах со своей стороны обдумывая в течение многих лет этот важный вопрос и зрело взвешивая некоторые предложения наших прожекторов я всегда находил что они грубо ошибаются в своих расчетах правда только что родившийся младенец может пожить целый год питаясь молоком матери с незначительным прибавлением другой пищи которая обойдется не больше чем два шиллинга эту сумму мать конечно может добыть или деньгами или в виде остатков пищи пользуясь своим законным правом просить милостыню а по отношению к детям достигшего год достигшим года я именно и предлагаю применить такие меры благодаря которым они не будут в дальнейшем нуждаться в пище и одежде и не только не станут бременем для своих родителей или для своего прихода но напротив сами будет способствовать тому чтобы многие тысячи людей получали пищу и отчасти одежду другая важная выгода моего проекта заключается еще и в том что он положит конец добровольным абортом и ужасному обычаю женщин убивать своих незаконных детей обычаю очень распространенный у нас при этом бедные невинные младенцы несомненно приносятся в жертву с целью избежать не только позора сколько расходов и это обстоятельства способно исторгнуть слезы из глаз и возбудить сострадание в самом жестоком и бесчеловечном сердце поскольку наличие нашего королевства насчитывает сейчас полтора миллиона то по моим расчетам среди них может оказаться около двухсот тысяч женщин способных иметь детей из этого числа я высчитываю 30 тысяч супружевских пар которые в состоянии прокормить своих детей хотя не думаю чтобы их было так много учитывая нынешнее трудное положение в королевстве но если и допустить что это так то все же остается еще сто сто семьдесят тысяч женщин способных иметь детей я вычитаю еще 50 тысяч женщин число которых ходят женщины с выкидышами или те женщины чьи дети умерли от несчастных случаях или болезней на первом году жизни остается таким образом сто двадцать тысяч детей раздающихся при раздающихся ежегодно от бедных родителей возникает вопрос как вырастить и обеспечить это количество детей как я уже сказал при настоящем положении вещей это совершенно не представляется возможным с помощью тех способов которые до сих пор предлагались ибо мы не можем найти для них применение ни в ремеслах ни в сельском хозяйстве мы не строим домов я имею ввиду в деревне не возделываем землю эти дети очень редко могут добывать себе пропитание воровством раньше чем они достигнут 16 летнего возраста если только они не дарен не одарены выдающимися способностями впрочем я должен признать что они усваивают основы этого занятия гораздо раньше однако это еще время их однако в это время их можно считать только учениками как мне сообщило одно ответственное административное лицо из градства кейвен ему не приходилось встречать больше одного-двух случаев воровства в возрасте до шести лет даже в части королевства широко известной своими быстрыми успехами в этом искусстве наши купцы убеждали меня в том что мальчик или девочка в возрасте до 12 лет не ходки товар и даже достигнув этого возраста они оцениваются не свыше трех пунктов и самое большое в 3 фунта 2 шиллинга и 6 пенсов это не может возместить затраты родителей или государства так как пища и лохмоть ребенка стоит по крайней мере четыре раз дороже поэтому я скромно предлагаю на всеобщее рассмотрение своей мысли по этому поводу которые как я надеюсь не вызовут никаких возражений ну давайте ребята же же он прочитаем предлагает это обалдеть можно очень один очень образованный американец которым я познакомился в лондоне уверял меня что маленький здоровый годовалый младенец за которым был надлежащий уход представляет собой высшей степени восхитительное питательное и полезное для здоровья кушанье независимости от того приготовлена она в тушеном жареном печеном или вареном виде я не сомневаюсь что он также превосходно подойдет для фрикасса или рагу я беру на себя смелость просить всех обратить внимание и на то обстоятельства что из утраченных нами ста двадцати тысяч детей двадцать тысяч можно сохранить для дальнейшего воспроизведения потомства причем то только четвертая часть этих младенцев должна быть мужского пола это больше чем обычно оставляется баранов быков или боров я понимаю здесь принимаю здесь во внимание что эти дети редко бывают плодом законного брака обстоятельства на которые дикари не обращают особого внимания и поэтому одного самца будет вполне достаточно чтобы обслужить четырех самок остальные же сто тысяч достигнув одного года могут продаваться знатным и богатым лицам по всей стране следует только рекомендовать матерям обильно кормить их грудью в течение последнего месяца с тем чтобы младенцы сделались упитанными и жирными и хорошо готовились вы в кушанье для изысканного стола из одного ребенка можно приготовить два блюда на обед если приглашены гости если же семья облад обедает одна то передняя или задняя часть младенца будет вполне приемлемым блюдом а если еще приготовить его немного перцем и солью то можно с успехом употреблять его в пищу даже на четвертый день особенно зимой я рассчитал что только что родившийся ребенок но это обалдеть просто можно ребята я такого еще не читал я рассчитывал я рассчитывал что только что родившийся ребенок весит среднем 12 фунтов в течение года при хорошем уходе достигнет 28 фунтов я согласен что это будет несколько дорогие блюда и потому подходящие для помещиков которые по пожрав уже большую часть родителей по видимо имеют полное право на их потомство и я не знаю ребята о чем здесь вообще пишется как это помещики уже пожрали большую часть родителей что там творилось это вообще что-то невероятное тут пишется ребята здесь пишутся этот джонатан свист описывал какие-то невероятные дела которые происходили там детское мясо будет продаваться в течение всего года но особенно много его будет марте а также несколько раньше и немного позже ибо один серьезный писатель знаменитый французский врач сообщила что так как рыба пища весьма возбуждающая то в романских католических странах примерно через девять месяцев после поста рождается гораздо больше детей чем любое другое время года поэтому приблизительно через год после под поста рынки будут завалены детским мясом так как в нашем королевстве приходится трое детей католиков на одного протестантского младенца косвенной выгодой всего этого я не явится уменьшение среди нас числа сторонников папы я уже вычислил что стоимость содержания ребенка из бедной семьи и в этот список я заключаю всех поселен владеющих хижины чернорабочих и 45 фермеров арендаторов равняется примерно двум шиллингам год включая сюда и лохмотья и я думаю что ни один джентльмен не пожалеет дать 10 шиллингов за тельце хорошего жирного младенца из которого я уже сказал можно приготовить четыре блюда превосходного питательного мяса и угостить за обедом приятеля или просто подать на стол когда семья обедает без гостей таким образом помещик научиться быть хорошим хозяином и завоюет себе популярность среди своих арендаторов а мать ребенка получит 8 шиллингов чистой прибыли и будет состоянии работать пока не произведет на свет другого младенца люди более бережливые я должен заметить что время требует бережливости могут еще вдобавок содрать кожу и надлежащим образом обработанной кожей младенца могут изготовлены превосходные дамские перчатки а также летная обувь для изящих джентльменов что касается нашего города дублин а то бой не могут быть устроены в самых удобных местах причем можно быть уверенным что в мясниках достатка не будет недостатка не будет я бы все же рекомендовал покупать детей живыми а не приготовлять их еще теплыми из-под ножа как мы жарим поросяк так ребята кто захочет дальше читайте это просто обалдеть можно я не знаю вот только вот по этой статье и эту грёбаную англию и вот грёбаный этот народ надо просто стереть с лица земли спасибо ребята за внимание подписывайтесь на канал буду показывать вам много интересных документов до свидания